Всем привет, друзья! Как показывает практика, каждый человек любит смотреть видео о своем родном городе. На моем канале есть уже обзоры 47 городов Украины, а также действует рубрика «Народный корреспондент», куда любой желающий может прислать свое видео, например, о каком-то месте или интересном событии в вашем населенном пункте и так далее. Но на самом деле интересные события происходят каждый день и по всей стране. Поэтому я решил завести новый формат на своем канале – новостной. А поскольку канал у меня туристический, то и новости будут туристическими. Представляю вашему вниманию пилотный выпуск. В комментариях обязательно напишите, как вам такой формат. Зашел он или нет? И я буду смотреть как раз по вашим комментариям и, конечно же, по лайкам и репостам. Ну и если в течение недели вы будете бросать в комментах новости для следующего выпуска, буду только признателен. Напоминаю, что ролик выходит при поддержке патронов моего канала. Спасибо большое вам за помощь, а в особенности – Максу на миллион. Поддержать канал и получить дополнительный контент вы можете по ссылке в описании. Поехали! Итак, друзья, начинаем с новости, которая имеет отношение не к какому-то одному конкретному городу, а сразу к нескольким городам. Информатор со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклея сообщает, что вокзалы крупных городов Украины планируют превратить в торгово-развлекательные комплексы. На данный момент речь идет о шести вокзалах – в Киеве, Виннице, Харькове, Днепре, Николаеве и Чопе. Честно говоря, довольно спорная инициатива. У нас и так торговый центр торговым центром погоняет. Может быть, за основу решили взять какой-то европейский опыт? Кто знает, напишите в комментариях, встречали ли вы где-нибудь в Западной Европе вокзалы-торговые центры. Я вот что-то не припомню. Главным аргументом «за» называется возможность самоокупаемости вокзалов. Год назад тот же Криклий заявлял, что центральный ЖД вокзал Киева в 2019 году принес 54 миллиона убытков, в то время как глава Укрзалезницы Евгений Кравцов называл цифру 87 миллионов гривен. Данные, как мы видим, разнятся почти в 30 миллионов. Довольно странная ситуация. Конечно, в этом есть плюс. Вокзалы, наконец, избавятся от цыган. С другой стороны, вопрос, как эта инициатива будет воплощена в жизнь? Как, например, арендаторы будут подходить, ну скажем, к сохранению исторического облика киевского вокзала? Будет ли он справляться с трафиком, когда в него попрут не только пассажиры, но и просто все желающие? Лично у меня вопросов пока больше, чем ответов. И судя по тому, что концессия уже принята, ответы мы, наверное, получим уже по факту. Двигаемся далее и переносимся в Карпаты. Программист Роман Гелембюк создал приложение для Android, которое называется «В поход Карпатами». Оно содержит карты, которыми можно пользоваться без интернета и чат для путешественников. Также в ближайшее время там должны появиться туристические маршруты, а пользователи смогут помогать друг другу, обозначая места привалов, источников и всего остального. Я считаю, что это очень прикольная затея, особенно в свете того, что с закрытием границ многие стали путешествовать по Украине. А Карпатам, как известно, никакой локдаун не страшен. Кстати, на этой неделе интернет облетело видео погони медведя за лыжником. Ситуация эта произошла, правда, в румынских Карпатах, но об этом написали и многие украинские СМИ. К счастью, все закончилось хорошо, парню удалось оторваться от животного. Еще одна новость из тех же краев пришла из нашего любимого Мукачева. В Мукачево решили сделать бренд-бук. Его можно будет использовать на определенных условиях в самых разных вариантах, начиная с визиток и заканчивая внешней рекламой. Также в этом году планируется обновление герба города. Отмечается, что это увеличит узнаваемость Мукачева и придаст городу туристической привлекательности. Сейчас на гербе Мукачева изображен святой Мартин, покровитель города. Он же на нем и останется, но будет использован более поздний вариант изображения в виде всадника. Таким он был на гербе города еще в 19 веке, и именно такой памятник был установлен на улицах Мукачева несколько лет назад. Если вам интересно мое мнение, то бренд-бук это безусловно хорошо, а вот герб это уже такая, знаете, вкусовщина. Не исключаю, что кому-то будет больше нравиться старый герб, который менее воинственный. Интересно почитать мнение жителей Мукачева по этому поводу в комментах. Ну а я буквально за 10 секунд расскажу вам о новой акции от Париматч, которая называется «Страховка ставки». Все просто. Вы регистрируетесь по моей ссылке, активируете бонус, делаете ставку на какое-то спортивное событие, и если она вдруг проигрывает, Париматч вернет ваши деньги в полном объеме. Подробности акции в закрепленном комментарии. Переносимся в Полтаву. Многие знают, что в декабре прошлого года в этом городе произошел пожар в одном из исторических зданий на Центральной площади, бывшем театре Котлеровского. Здание 1810 года постройки сильно пострадало. Учитывая, что рядом стоит еще одно полуразрушенное здание кадетского корпуса, которое я показывал в своем ролике про Полтаву, Центральная площадь стала выглядеть совсем печально. Деньги на реконструкцию сгоревшего здания нашлись довольно оперативно, сообщает нам издание Коло Ньюз. Хотя заголовок на самом деле не совсем верный. Читаем. Исполняющий обязанности главы управления капитального строительства Максим Медведев заявил, что на проведение экспертизы и разработку проекта реконструкции заложено полтора миллиона гривен. Теперь самое главное, чтобы после экспертизы и подготовки проекта, на который будет потрачено полтора миллиона гривен, нашлись деньги и на реализацию этого проекта. Очень не хочется, чтобы деньги, как это часто бывает, были просто освоены на стадии проекта, а потом все на это дело забили. Будем наблюдать. В Днепре тоже решились на восстановление исторического здания. Правда, уже после его сноса. Вот такая новость. В Днепре воссоздадут фасад знаменитого разрушенного дома. В мае 2020 года на городском городсовете известный днепровский архитектор Михаил Алипов разработал и представил расчет постройки высотного многоквартирного дома по Крутогорному спуску 18. При этом еще до начала реализации данного проекта был снесен старинный дом Залюбовских, более известный как Екатеринославская биофабрика. Это не совсем верное утверждение. В Google Maps есть фотостройки от 2015 года. Она уже идет, дом еще стоит. Но того факта, что в итоге историческое здание все-таки снесли, это, конечно, не отменяет. Произошло это спустя три года, в 2018. Что я могу сказать? Я считаю, что известный днепровский архитектор Михаил Алипов после этого свое гордое звание архитектора может смело засунуть себя куда подальше. Потому что решение о сносе исторического здания в угоду новостройки – это не по-архитекторски. Это по-чиновничею. Но то, что он сейчас хочет сделать какой-то муляж из говна и веток для успокоения совести, никак не вернет исторический облик этому участку города. Тем более, что муляж по проекту будет вписан в новостройку. Мое личное мнение никому не навязываю. Кстати, вот этот уродец по адресу Шевченко49 тоже его рук дело, о чем говорит данный документ, который я нашел на просторах интернета. Смотрится это, как будто огромный стеклянный монстр жирает днепровскую историю. Впрочем, по факту все так и есть. В общем, работа над воссозданием фасада дома Залюбовских уже началась. А что в итоге получится, я обязательно покажу вам, когда снова приеду в Днепр. Но раньше меня это может сделать Виталий Пескун, автор канала Vital Way. Он как раз живет в Днепре и снимает про свой город и его историю. Всем рекомендую подписаться, ссылочку увидите в описании. Где-то уничтожают историю, а где-то напротив пытаются ее спасти. На сайте Запорожского городского совета появилась петиция с просьбой реконструировать парк энергетиков. Отмечается, что там нет освещения, заброшены спортивные площадки, разрушены фонтаны и много мусора. Я не показывал этот парк в своем ролике про Запорожье, потому что он находится на правом берегу, где мы с женой были просто проездом. Поэтому в наших оценках городу штрафа за него нет. Но сейчас дело не в штрафе. Несмотря на то, что новость о петиции была опубликована на городском сайте, подписи набираются довольно вяло. Друзья, давайте поможем городскому активисту Игорю Дрынову сохранить парк в своем городе и дружно подпишемся под его петицией. Тем более, что там нужно не так уж и много голосов. Ссылку на петицию я тоже оставляю в описании. Давайте поможем Запорожью все вместе. Ну и еще одна коротенькая новость из Запорожской области. В селе Широкое журналисты нашли настоящее кладбище самолетов, пишет индустриалка и публикует несколько фотографий с дрона. Раньше в селе находился Запорожский центр летной подготовки имени Покрышкина. В 2001 году он был закрыт, но самолеты и вертолеты продолжают там стоять под открытым небом. Идем далее. В любой непонятной ситуации строит торговый центр. Этим принципом руководствуются и в Харькове тоже. В городе планируют построить новый торговый центр. И вы спросите, при чем здесь туризм? Вся штука в том, что возведен он будет прямо вокруг памятника влюбленным и сожрет целый сквер, где в данный момент находятся скамейки, дорожки, деревья и многое другое. Особенно показателен тот факт, что в прошлом году был проведен косметический ремонт этого сквера, на который потратили 3 миллиона гривен. Вот и говорите после этого, что Украина бедная страна. В Харькове вон вообще деньги не считают. С одобрением благодарных жителей можете ознакомиться прямо сейчас. Не отстает и Мелитополь. Там планируется масштабный амбициозный проект. Ледовая арена за 100 миллионов гривен. Как говорится, можем себе позволить. Правда, профессиональной хоккейной команды в городе я что-то не припомню. В отличие от соседнего Мариуполя, где в прошлом году была открыта своя ледовая арена, причем на 10 миллионов дешевле. На другом сайте я нашел информацию, что в новой ледовой арене получат возможность заниматься 4 хоккейные команды, которые сейчас вынуждены ездить на тренировки в Херсон. Смогут ли 4 аматорские хоккейные команды и прочие арендаторы-любители прокормить ледовую арену и вывести ее хотя бы на самоокупаемость? Большой вопрос. Следующий момент. Наличие детской хоккейной школы в Мелитополе. Есть ли она в принципе? Я вот гуглил и что-то не нашел. Это к тому, что если заранее не продумать, как ледовая арена будет самоокупаться, то через несколько лет она рискует превратиться в обычный крытый базар. Но самое главное, о чем и пишут, только другими словами, сами жители города, это утраченные возможности. В комментариях можно почитать про недостроенное здание больницы, например. А про состояние исторического района и уровень общественного транспорта я вообще молчу. Но новый мэр Мелитополя решил, что без ледовой арены городу вообще никак не обойтись. Наша команда, заявилась мета, заявилась мэрия побудовать в месте Мелитополя справжнюю ледовую арену. Не, ну если мечта... Еще один масштабный проект планируется прямо на Шатских озерах, а именно на Свитязи. Волынский национальный университет за 20 миллионов планирует построить мультифункциональный спортивный комплекс, который позволит развивать регион с точки зрения туризма и максимально привлекать спортивные команды. Вы, конечно, извините за мой скепсис, но если с последним все понятно, то в плане туризма люди приезжают на Свитязь, но явно не за тем, чтобы заниматься спортом. Отдых, рыбалка, шашлычки, кафешки, барчики, экскурсии, дайвинг, вот это вот все. Кому там сдался спортивный комплекс? Конечно, мое мнение, это не истина в последней инстанции, я тоже могу ошибаться, просто почему не в Луцке? Может быть, город перенасыщен спортивными комплексами? Расскажите, кто знает, я вот просто не знаю. Ну и напоследок пара новостей, связанных с животными. Вы наверняка знаете, что популярной темой в некоторых туристических городах является фото с каким-нибудь животным или птичкой. Так вот, в Николаеве внезапно выяснилось, что целых полгода и весь январь на пешеходной улице Соборной четыре парня стояли и предлагали сделать фото с белохвостными орлами, которые на секундочку занесены в Красную книгу. По словам депутата Владимира Топчева, мало того, что парням глубоко пофиг, и они продолжают делать свое дело, так еще и пешеходная улица, цитата, оказалась вся засрана. Вопрос о незаконной эксплуатации редких птиц будет рассмотрен на специальной плановой бюджетной комиссии Николаевского горсовета. Ну и напоследок пара слов о нежине. Многие спрашивают у меня, как там обстоит дело с моим обращением о присвоении городу статуса заповедника. Так вот, друзья, письмо уже готово и на следующей неделе я лично отнесу его куда надо. Ждите новостей. Ну а пока новость следующего плана. На депутатской комиссии по социальным вопросам была поднята тема бродячих собак. Это действительно острый вопрос для города. В результате было принято решение изучить опыт Чернигова и создать профильное подразделение, которое будет помогать волонтерам. На решение проблемы заложено 400 тысяч гривен. Я надеюсь, что уже в скором времени нежин будет не только преображаться, но и станет безопаснее для туристов и местных жителей. Вот такие туристические новости были на этой неделе. Жду ваших лайков и отзывов в комментах. Всем спасибо за внимание и пока!